Счастье достигает тот, кто стремится сделать счастливыми. На уроках самопознания дети нередко говорят о доброте как о главной человеческой ценности. В атмосфере радостной, содержательной и интересной беседы ребенок становится способным и готовым проявлять свои лучшие качества. Как утверждает автор программы Сарал Пасхозе, уроки самопознания должны пронизывать все школьные дисциплины. Литература в этом отношении прекрасно отвечает требованиям предмета. Здесь зачитывают рассказы, сказки, притчи и читают стихи. Это помогает образному восприятию той или иной информации. Дети лучше усваивают материал, творчески включаются и у них появляется интерес. Вот и на сегодняшнем очередном уроке самопознания ученики третьего класса обсудили рассказ о добром великане. Ребята, кто мне скажет краткий пересказ? Пожалуйста, Марла. Этот рассказ о том, как крестьяне жили в деревне и вдруг на путь, где не ехал поезд, который доставлял в город виноград, на путь упал камень. И люди пытались его сдвинуть и решили попросить помощи великана, который жил недалеко от города. Кто мне скажет, что было дальше? Мураджан. Два христиана пошли к этому великану и сказали, эй, великан, помоги нам, пожалуйста, сдвинуть камень. Если ты нам не поможешь, мы тебе больше не будем давать виноград. Великан сделал вид, будто кинет в них камень. Они испугались и ушли. Кто продолжит? София, пожалуйста. Потом девочка подумала, что не может быть. И пошла сама к великану. Она постучалась в железные ворота. Великан ей приоткрыл дверь. И она принесла ему цветок. Девочка сказала, Великан, примет мне этот цветок, я его сама вырастила. Великану понравился этот цветок, он нагнулся и принял подарок. А в то время в городе искали эту девочку. Но через несколько дней великан сам пришел в город и на плечо у него сидела девочка. И великан помог брать камень с дороги. История закончилась тем, что жители подружились с великаном, потому что они поняли, что великан был не злым, а добрым. Ребята, кто мне скажет, почему великан не помог сначала жителям? Каких качеств им не хватало? Великан не помог жителям деревни, потому что они невежливо попросили у него. Они его, угрожая, попросили. Надо по-доброму, по-человечески обращаться с людьми, чтобы попросить у них что-нибудь. Ребят, а как вы думаете, ожидал ли великан благодарности, когда убирал камень с дороги? Кто мне скажет? Я думаю, что он не ожидал потом благодарности, когда помогал. На самом деле великан был бескорыстным, потому что он хотел брать камень, чтобы помочь крестьянам. Ребят, а случались ли в вашей жизни такие случаи, когда вы сделали что-то хорошее другим бескорыстным? У меня был такой случай, что вот вижу, гуляет ребенок. Но вот в мире есть много родителей, у которых нет денег, чтобы покупать детям игрушки. Но вот вижу, такой ребенок тоже, одежда не такая хорошая. А у меня с собой была игрушка, моя самая любимая. Но я для того ребенка не пожалела ее, я ему ее отдала. Подарила ему, да? Молодец, спасибо. Итак, ребят, цитата нашего сегодняшнего урока «Доброе намерение – половина счастья». Это народная мудрость. Как вы думаете, почему доброе намерение – это уже половина счастья? Думаете? Ну, если ты сделаешь хорошее человеку, то и человеку будет хорошо, и тебе. У тебя на душе легче станет, сердце как-то веселее станет. И в жизни будет проще как-то. Ты уже будешь знать, что ты неплохой человек, ты хороший. Ты делаешь добро, но ты делаешь это не за что-то, а просто бескорыстно. А теперь, ребят, я приготовила для вас подарок. Это мультфильм «Просто так». На уроках самопознания в младших классах часто практикуется показ мультфильмов. Будучи понятными, яркими, эмоционально насыщенными, они с интересом воспринимаются детьми. И, как отмечают педагоги, помогают раскрыть для детей такие важные понятия, как добро и зло, любовь и ненависть, дружба и предательство. После просмотра учитель вместе с детьми обсуждает действия героев мультипликационного фильма. Это позволяет узнать, насколько ученик понял главную суть мультфильма, а вместе с тем учит детей высказывать свое мнение. Ребят, вам понравился мультфильм? Да. А кто мне скажет, может быть, кто-то догадался, почему мультфильм называется «Просто так». Я думаю, мультфильм называется «Просто так», потому что мальчик, он дарил цветы просто так. Он не ждал чего-нибудь в подарок. А для чего он это делал? Для чего он дарил цветы? Ну, для того, что он увидел, что Ослик был грустный, и он хотел ему как-то помочь. То есть у него было желание помочь. Спасибо. Ребят, а как вы думали, что чувствовали герои мультфильма, сделав бескорыстный подарок? Они чувствуют себя хорошо, потому что они передали хорошее настроение другому человеку. А теперь, ребятки, у нас творческая работа. Я вам сейчас раздам листочки, и вы напишите добрые пожелания своим одноклассникам. Способствовать взрослению ребёнка с его развивающимися силами значит делать его детство радостным, увлекательным, эмоционально насыщенным. Творческие задачи на уроках самопознания дают это ощущение свободы. Они с радостью и особым удовольствием сочиняют стихи, составляют коллажи или, как сегодня, рисуют и пишут добрые пожелания. Наша команда нарисовала радугу счастья хорошими пожеланиями одноклассникам. Мы желаем всем хорошего здоровья. Желаем вам, чтобы всегда было тепло на душе. Мы желаем всем хорошего настроения. Мы нарисовали цветок добра. Этот цветок приносит всем добро. Тут пожелания для наших друзей и одноклассников. Мы желаем нашим одноклассникам добра. Мы желаем счастья, удачи и всего самого хорошего. Мы нарисовали сердце, полное добрых пожеланий. Желаем всем людям на земле счастья, здоровья и успехов. Любви, гармонии. Мы желаем нашим друзьям и приятелям хорошего настроения. Мы и наша команда нарисовали солнышко с лучками пожеланий. Никогда не болейте. Живите долго. Не ссорьтесь. Говорите правду. Не обижайтесь. Освещайте душу хорошими поступками. Всего наилучшего. Всего наилучшего. Будьте спокойны. Любите жизнь. Помогайте пожилым. Это солнце светит всем людям. И надеемся, что до каждого человека дойдут все наши добрые пожелания. Итак, ребятки, мы сегодня с вами на уроке говорили о доброжелательности. И о таких необходимых качествах хорошего человека, как бескорыстие, доброта, любовь, справедливость, гармония. Каждый человек должен жить в гармонии с собой. И наши слова, дела и поступки должны совпадать. Предлагаю завершить наш сегодняшний урок песенкой. Она называется «Если добрый ты...» «Если я сметил, это хорошо, а когда наоборот плохо, если я сметил, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно.